МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда молоко с рисом замораживали в снегу. С тех пор оно пользуется успехом. Но соединить лед, сахар и сливки в идеальной пропорции – непростая задача. И еще сложнее – поставить производство на поток. Эта фабрика производит миллионы вкусных бестселлеров в год. Поэтому ингредиенты привозят сюда тоннами. Каждую неделю цистерны доставляют на предприятие 40 тысяч литров молока и 50 тысяч литров сахарного сиропа. Центральный компьютер смешивает гигантские порции ингредиентов под пристальным надзором оператора Даниэлло Колгорони. Мы поддерживаем связь со всеми системами на фабрике. Если что-то выходит из строя, нам сразу это видно. Молочный жир придаст массе кремообразность и мягкость, а сахарный сироп подсластит ее. Затем Ричард Огман добавляет классический ванильный ароматизатор. На Магнум идет 10 килограммов ванильных стручков. Смесь почти готова. Чтобы очистить продукт от бактерий, его помещают в пастеризатор. Затем, для придания нужной консистенции, смесь под высоким давлением прогоняют через гомогенизатор. В процессе этого крупные куски жира растворяются, и мороженое становится нежным и однородным. Десятки тонн густой жидкости хранятся в баке при температуре 4 градуса. Но прежде чем смесь поступит в производство, Даниэла тестирует ее вкусовые качества. Мы приносим ее в лабораторию, чтобы проверить на примеси уровень жира, убедиться, что консистенция правильная, и мы ее пробуем. Открываем и пробуем. На вкус все в порядке. Насосы откачивают смесь на нижний уровень, где жидкость охлаждают с плюс 4 до минус 5 градусов. Начинают формироваться ледяные кристаллы, и в смесь попадают пузырьки воздуха. Проверить ее консистенцию – дело менеджера Дэйва Бейкера. Мы охлаждаем мороженое, одновременно добавляя воздух и взбиваем. В результате получается масса с консистенцией настоящего мороженого. Специальный аппарат формует массу, не позволяя выйти воздуху, который придает ей воздушность. Лапка аппарата завершает формовку порций мороженого. После этого в них вставляются палочки. Но если вы захотите полакомиться, палочка – это все, на что вы можете рассчитывать. Как видите, до прохождения туннеля продукт мягкий. Мягкое мороженое отправляется в морозилку с температурой минус 40 градусов. Застывая прямо на конвейере, оно приобретает идеальную твердость, что подтверждает Крейг, ежедневно воплощающий мечту любого малыша. Настоящее мороженое. Каждые полчаса он проверяет три продукта на массу и объем. Нужно, чтобы масса составляла 63 грамма, а объем – около 92. Удельный вес продукта идеален. Пора сдобрить его шоколадом. При контакте с ледяным мороженым шоколад мгновенно застывает, и армия Эскимо готова к упаковке. Но поскольку продукт подвержен таянию, это нужно сделать максимально быстро. На упаковку и отправку в морозильник отводятся две минуты. Механическая лапа помещает ряды в золотистую фольгу. Затем их складывают в коробки по шесть штук. Проведем контроль качества. Он еще не наелся. Финальный тест должен все прояснить. Качество хорошее. Продукт готов к отправке. Производительность в 40 тысяч единиц товара в час требует серьезной логистики. Конвейер прогоняет пачки через рентгеновские лучи и металлоискатель, чтобы лишний раз убедиться, что в продукте нет посторонних предметов. Мощная воздушная струя подает пачки в упаковочную машину. Ее турникеты ставят пачки вертикально, и теперь их можно упаковывать. Обернутые целлофаном пачки отправляют в камеру с температурой минус 28 градусов. При этом весь процесс упаковки занимает менее двух минут. Грузовик с очередной партией отправляется в путь, помогая удовлетворить годичный спрос в более чем полтора миллиарда порций этого мороженого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА